Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео «Спросите у Татьяны», где я говорю вам о самых интересных аспектах грамматики и лексики русского языка. Если вам нравится моя работа, пожалуйста, лайкайте, также подписывайтесь и смотрите на моём сайте упражнения, книги, транскрипции. И, конечно, клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных, а также, если ваше кредо по жизни – это всегда продолжать учиться, как для меня. Сегодня у нас нетрудная тема. Я получила вопрос о том, какая разница между, например, словами «тише» и «потише». «Больше» – «побольше», «громче» – «погромче». Эта форма «тише», «громче», «больше» по-русски называется «сравнительная степень». «Сравнительная степень». «Сравнительный» значит, когда у нас не один элемент, а мы берём два или больше и говорим, что вот это большой город, а это город больше или побольше. Это тихое место, а это место ещё тише. То есть это сравнительная степень. Но почему иногда мы говорим «тише», а иногда «потише»? Хорошо. Очень просто. Этот префикс «по» значит «чуть-чуть», «немного», «потише» значит «немного тише», «побольше» – «чуть-чуть больше», «погромче» – «немного громче». Вот. Это нетрудно, да. Когда обычно мы используем? Иногда мы не хотим сказать «немного громче», мы хотим сказать просто «громче», или мы не хотим сказать, что «чуть-чуть тише», мы хотим просто сказать «тише». Но эти формы обычно – это мягкие формы, вежливые формы. Вежливые – это когда мы не хотим быть агрессивными. Это мягкие формы. Например, ну, это зависит, с кем мы говорим, когда у нас большой авторитет с человеком, и мы можем ему, ему, ей сказать всё, что хотим, да, мы можем сказать «тише», «тише», но если мы не хотим проблем с этим человеком, или если это наши коллеги, студенты, лучше сказать «потише». Например, например, я живу в Париже, и первый раз, когда я пошла в собор, в церковь Нотр-Дам-де-Пари, там по-английски было написано, я думаю, «keep quiet», по-французски «silence», «t'il vous plaît», а по-русски «тише». И я была очень удивлена, немного удивлена, конечно, я поняла, что это перевод, что люди не знают, но «тише» – это очень агрессивно. И когда вы собор религиозный, и к вам приходят туристы, это немного некрасиво просто писать «тише», это агрессивно. «Тише», например, можно сказать «ребёнку», когда, например, вы на свадьбе или в кино, и ребёнок начинает плакать, и вы можете сказать «тише», 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 «тише». Потому что, может быть, он или она вообще не понимает, слишком маленький. Но если в этом кинотеатре кто-то начинает есть попкорн очень громко, вы можете сказать «можно потише, пожалуйста?» То есть я так говорю «извините, можно потише?» Если вы скажете «тише» первый раз, это очень агрессивно, да, то есть потише – это более вежливо, деликатно, мягко. Тоже «громко», «громче», например, если вы учитель пения, вокала, и у вас ученик, и у ученика скоро, например, конкурс очень важный, но она, например, поёт негромко. Тогда вы можете использовать такой метод, говорить, например, «громче», «громче». Когда я была в школе, у нас были такие учителя, неделикатные обычно, они говорили «да», «нет», «громче», «тише», «быстрее». Вот, то есть если у вас авторитет учителя, да, вы можете сказать «громче», «громче», если это ребёнок. Вот, но, например, если вы пришли на конференцию, и человек-спикер говорит негромко, тогда лучше сказать «извините, можно погромче?» А «погромче» можно? «Погромче», «чуть-чуть громче», «немного громче». «Погромче» можно? «Потише» можно? Или, например, третье слово, вы, у вас гости, и вы, например, им приготовили, не знаю, салат оливье. И вы кладёте салат, и вы можете сказать «давай побольше ещё положу», «давай побольше», «побольше положить» или просто «побольше», «поменьше», «побольше», «поменьше» нет, но «побольше». Это тоже, это значит «немного», это как деликатная форма, хорошая форма, вежливая форма. Я надеюсь, что вы поняли. И обычно, да, очень важно, обычно эти формы – это когда мы с людьми, у нас есть коммуникация с людьми. Конечно, когда вы говорите, например, о городе, объективную информацию, вы можете сказать «этот город, Москва больше Санкт-Петербурга», потому что территория такая. Люди в Москве, например, богаче, по статистике, богаче людей в Санкт-Петербурге. Я не знаю, но может быть. То есть «больше», «богаче» – это такая информация объективная, без эмоций, а «побольше», «потише», «погромче» – обычно это коммуникация с эмоцией. Надеюсь, вы поняли. Пишите примеры. Можете написать одну фразу, например, объективную такую. «Мой город», «холоднее», «другого города», пример. И второй пример – коммуникация. Например, «пожалуйста, Татьяна, говорите помедленнее», можно, например, сказать. Например, если вы мне напишите «можете говорить медленнее?» Это не очень красиво, это немножко агрессивно. «А, Татьяна, пожалуйста, можете говорить помедленнее?» Это более деликатно и красиво. И если вы все напишите «Татьяна, говорите помедленнее», может быть, я буду говорить помедленнее. Но вы знаете, что есть функции в Ютубе изменить ритм видео. Вы можете сделать видео помедленнее или побыстрее. До скорого! Пока-пока!